Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Отвечаю на очередную порцию вопросов зрителей на YouTube, подписчиков в живом журнале и, собственно, те вопросы по роликам на канале Реальный Мир, которые задавали при общении оффлайн. Итак, первый вопрос, вернее, не вопрос, а как меня ткнули мордой в мою грубую ошибку, касается ролика «Самое холодное утро сентября». Ну, в общем, так скажу, у нас в Литве самые опытные фотографы оленевых, кто на обложке ролика с таким названием «Самое холодное утро сентября» увидит косулю, тот даже включать, смотреть не будет, потому что, ну, оно предполагает гон благородных оленей. Когда в конце сентября, в 20-х числах сентября температура опускается там около нуля, вот как в тот день было плюс 3 градуса, да, еще лучше, когда мороз в сентябре. Ну, я, собственно, в том ролике говорил, что олени срывают крышу, и они очень близко фотограф подпускают, в общем, становятся далеко не такие осторожные, как обычно. Несколько дней в году все опытные фотографы, натуралисты стараются ловить. Вот мне в тот день не повезло то, что на обложке того ролика «Косуля», да, ну, и у меня нет такого большого опыта работы с оленевыми именно, да. Но, значит, с вышки издали я показал, что вот гуляет, я сказал, европейская лань, молодой самец с маленькими рожками, да. И вот из наших зрителей, собственно, не просто зритель, а Олег Степанко, которого вы на этом канале видели, а кто не видели, очень рекомендую посмотреть ролик на нашем канале «Лесная студия Олега Степанко», как он снимает птиц из-за оси, причем это тот лес, который Олег знает прекрасно, где этот ролик снимался, да. И Олег мне там сделал вежливое замечание, что, по-моему, это не лань, а благородный олень. Я говорю, Олег, так далеко было, такой маленький там не разглядишь, но мне показалось там по некоторым признакам, что лань. Приславил я ему исходник, Олег в нужном месте увеличил, сделал кроп, бросил мне в почту этот кадр, смотри. Да, я ошибся, это не лань, это благородный олень. И вот такая хреновина, как я и обещал, с большими рогами, из него не вырастет, а вырастет из него другая хреновина с большими рогами. Вот такая. Значит, Олег, спасибо большое, что обнаружил ошибку в этом ролике. Ну, а вы, друзья, кто еще не подписан на канал Олега Степанка, он там очень ленится почему-то видео выкладывать. Я советую всем дружно подписаться и сказать, Олег, давай не держи под задницей то, что сам наснимал, а тоже выкладывай, поверьте мне, он на своей засидке, там кучу всего интересного наснимал, даже те несколько роликов, которые есть на его канале, очень хорошего качества. Это из засидки со штатива, близко звери и птицы находятся. Вот, Олега очень рекомендую. Ну, Олег, еще раз спасибо. И вы, друзья, еще, если кто-то что-то заметит, какие-то ошибки в моих роликах, я всегда с благодарностью принимаю любые замечания и пожелания. Вот, какие еще вопросы по отснятому материалу? Собственно, вопросы, которые... Теперь вторая тема, да? Вопрос, который я ненавижу, обсуждение этой темы, это касается матчасти. Чем снято, каким объективом, какая камера, какой что? Я, вот честно скажу, я терпеть не могу всякие базары на эту тему, но люди, я смотрю, думают, что это самое главное, что вот купил такой же объектив, в котором был хороший ролик снят, и такой же снимешь. Ну, может быть, да? В общем, я уважаю вкусы общественности, значит, но чтобы мне каждый раз на эти вопросы не отвечать, раз она всегда на этом канале теперь сделана. В описании под любым видео полный список аппаратуры, что, чем снималось, вот, фотоаппарат, объектив, есть несколько объектив, несколько объективов, марка штатива, даже марка микрофона, вот у меня вот эта петличка, да, она тоже будет вот в описании к этому видео, все вот до деталей, пожалуйста, открывайте описание к любому видео, да, и интервью с тем же Олегом Степанко, да, если откроете, там, вся аппаратура, вот весь фоторяд Олега, который он снимал, вы все увидите, чем Олег снимает. Ну, и, в общем-то, еще будут вопросы, какие там по технике, что, естественно, ответим всегда, но теперь вот на канале все, что снимается, значит, заранее, говорю, везде, под всеми роликами, под всеми старыми роликами на канале Реальный Мир полный список аппаратуры прилагается, пожалуйста, заглядывайте, смотрите внимательно, там все есть и будет всегда, если на каком-то ролике вдруг обнаружите, чего-то не хватает, спрашивайте, исправим. Далее, не ожидал, как много вопросов будет про кормушку для синичек. За окном все спрашивают, а где такую купить, где такую взял, ну, собственно, вот то, что люди, кто у меня дома в гостях были, интересно, два типа реакции на эту кормушку. Одни говорят, восхищаются, говорят, ой, какой шедевр, какая красота, да, а у других почему-то гнев, там чуть ли не агрессия, какая плохая кормушка, какая идиотская конструкция, фу-фу-фу. Ну, процентов 80 все-таки первого типа, да, спрашивают, где такую взять, вот цельный чугунный шарик, ну, мы его купили 7 лет назад, я помню, им надо было что-то такое придумать, что не особо будет поганить. Фасад здания многоэтажного, да, красиво висеть, как фонарик. Вот ходили по магазинам, ходили в магазине Эрмитажа в городе Вильнюсе, обнаружили такую, в общем, подходящую кормушку, которую на палку можно повесить, собственно, купили. К сожалению, больше нигде не видел. Если где-то обнаружил в магазине, да, отдельно расскажу. Ну, в принципе, синички прилетают на любую кормушку, значит, основной секрет, что вы не прилетели, я скажу, так никому не говорите, туда надо насыпать семечек, и тогда они прилетят. И не только синички, кстати, а всего, когда еще в Москве мы жили, в Тушной, я как-то насчитал, у нас на балконе за зиму 18 видов птиц было, ну, сейчас вот я не знаю, всех перечислю, нет, значит, синицы. Большая синица, лазоревка, ну, воробьи, естественно, зеленушки, дубонос прилетал, снегирь прилетал, это вот шесть видов, но я говорю, я тогда посчитал, что-то 18 в сумме выходило, да, и один из них был ястреб-перепилятник, который, собственно, за синичками и воробьями прилетал, ну, вот только вот один раз перышки воробья мы на балконе обнаружили, ну, это, а, ну, врановых я не назвал, там, вороны и галки, особенно на сало прилетальном, всего 18 видов птиц однажды за зиму я насчитал биологических, это интересно. Вот здесь в Вильнюсе на круглую кормушку зеленушка, поскольку сама туда любит забираться, она в такую не заберется, воробьи любят забираться, ну, здесь в основном два вида синичек, но так иногда там всякие прочие, вот. Далее, что сегодня я хотел, значит, сюжет про гламурную блондинку. Ну, парковка гламурной блондинки и козы, надеюсь, при прочтении названия этого ролика все правильно поставили ударение, потому что, ну, надеюсь, среди нас нет таких женоненавистников, которые могли бы прочитать парковка гламурной блондинки и козы, там, естественно, парковка гламурной блондинки и козы, то есть косуля, да. Основной вопрос по этому ролику, что это постановочный сюжет или случайно так получилось? То есть, ну, многие даже уверены, причем иностранные фотографы спрашивают, так это же специально так сделали, то есть зная манер косуль. Ребят, нет, не специально, она действительно на самом деле так припарковалась, действительно так почему-то переклинила, но, в общем, это неправильная парковка создала. Вот такой вот сюжет, ничего не планировалось, планировалась просто обычная съемка, у нее обычная прогулка с собакой, она должна была с собакой отъехать еще на несколько километров, чтобы мне не помешать, почему-то отъехала на 350 метров, бросила мне машину на ракурсе. То есть, ничего не планировалось, вот так вот совершенно случайно сюжет этот получился, ну, в общем-то, хорошо, что он получился, такой сюжет, ну, а вообще, да, вот женская логика иногда, вот я не понимаю, что иногда приводят совершенно, казалось бы, идиотские, нелогичные действия, приводят к очень интересным результатам, и с Викторией, в общем-то, это не первые случаи, я помню, когда еще вот, ну, примерно в тех же местах, там, в километре от этого места, там, в полутора, может быть, однажды, там, я приехал с телеобъективом, там, косуль поснимать, да, она с мыльницей была, пошла на болото, приходит, говорит, ой, а журавли вообще так интересные, за корягой спряталась, за корягой она спряталась, то есть, не засидку строила, не шалашик, да, говорит, за корягой спряталась, они в пяти метрах прямо от меня ходят, как куры обычные, и показала мне на эту мыльницу, да, с пяти метров, не телевиком, конечно, не в деталях мыльничного качества, но вот они с пяти метров журавли, говорит, просто за корягой спряталась, Так что, в общем-то, интуиции своей супруги я доверяю Она иногда создает такие сюжеты, до которых я сам не догадался бы И, кстати, милые дамы тоже Ну, вот Виктория недавно записала ролик, который мы обещали Называется «Сплошное сафари жены фотоохотника» Вот, собственно, ссылка и под этим видео на все ролики, которые упоминают Ссылки Далее, какие темы у нас По поводу осеннего пролета птиц Едет крыша, сейчас осень темно, надо быстро говорить А то сейчас совсем стемнеет уже Косуль не поснимаю перед закатом Какой тут закат, да? Вот, к сюжету по осеннему пролету птиц, где едет крыша Где это снималось и по всей Литве такой поток птиц летит Нет, конечно, это не по всей Литве Это поток перелетных птиц вдоль моря по лосам Собственно, ну, почти на побережье Балтики Это конкретно снималось в поселке Каркли Между Клэпидой и Палангой, да? Вот, и последняя там неделя сентября И первая неделя октября идет массовый пролет мелочи Самый массовый – это зяблики Вот тогда как раз шли зяблики Ну, как раз погода испортилась, в общем-то, в хорошую погоду Там этот поток гораздо более плотный Я еще в следующие годы постараюсь это как-нибудь красиво снять Тогда я снял только вот этот шутливый сюжет Но действительно, они вот сплошной стеной идут То есть весь день, если смотреть, может крыша поехать, да? А там потом другие виды Там летят тресогуски, летят корольки И все подряд Вот оно летит мелочь Если там погода хорошая Там ветра, дождя нет Весь день тянутся, очень интересно Но есть особые дни, когда их особенно много Вот Да, вопрос по численности Часто очень задают Ну, вот кроликам из серии «Хороший день в поле» По численности Косуль В Литве и косули, перелетных птиц И вообще всякого зверя-птицы в Литве Все спрашивают Во-первых, по поводу браконьерства Да, что браконьеров здесь истребили как класс или нет И второе, что всегда ли так было много Зверей и птиц в Литве Или что-то меняется с того момента, как Литва Стала свободной Да, отделилась от Советского Союза И строит свободное государство Значит, смотрите По поводу браконьеров Да, браконьеры в Литве есть Потому что после Советского Союза прошло Всего 30 лет Но браконьеры даже более Развитых странах Которые в Советском Союзе никогда не были Там и в Германии, и в Америке Везде они случаются Значит, в чем отличие? У нас их ловят Ловят и эффективно Да, и очень строго наказывают Так что Человек, который думает, что в лесу можно дешево мясо взять Или на реке рыбу Да, когда один раз его накажут Он подумает Потом в следующий раз Стоит ли Потому что Добудешь немножко мяса халявного А отдашь эквивалент стоимости машины Или дома И действительно Инспектора работают И, в общем-то, коррупции практически нет То есть новое поколение В Литве вообще во всех правоохранительных структурах Оно уже не знает, что такое коррупция То есть там зарплаты хорошие у них И рабочее место хорошее И своим авторитетам дорожат Теперь по численности видов Ну, в общем-то, в Литве Зверя всегда было достаточно Да, но вот это вот советское наследие Конечно, там Годы советской оккупации Этого слова не побоюсь Да, хотя тут много смотрят Патриотов из восточных стран Сейчас, наверное, кто-нибудь отпишется Конечно, за годы советской оккупации Ничего хорошего там с литовской природой Не сделали Советская власть не сделала Вот А в цифрах, в сухом остатке Ну, давайте я приведу вот такой пример По Значит, лучше всего строгому учету Подлежат крупные птицы, да Вот, например Белохвостый орлан, да Или Юринесерилес по-литовски Крупная хищная птица Там, собственно, все гнезда Всегда орнитологи очень строго учитывали, да Если смело, что там Можно не строго посчитать Там кто-то что-то припишет Там больше, меньше То здесь Да, и точно так же с млекопитающими Там по следу учета Кто-то там на одной делянке Так здесь Вот По крупным птицам все очень четко Строго считается Значит, очень хорошо известно Что по белохвостым орланам В 80-е годы на территории Литовской республики Литовской СССР тогда Было два действующих гнезда Белохвостых орланов А по учетам первой половины Двухтысячных годов То есть в середине Вот там 2006-2007 уже Цифры были получены На территории Литвы Было 90 гнездящихся пар Белохвостых орланов Так что вот По эффективности работы Литовской природы Охранной системы Ну вот В 45 раз здесь И сейчас постепенно увеличивается Честно Значит, какие еще А, кстати, еще По поводу Свободной Литвы И культуры И красоты Очень удивительно В прошлом году я выложил ролик Лицензия на съемку Дятлов Где поставил я экшн-камеру Напротив дупла А сам в это время В Перелесочке Ну, рядом с городской чертой Собирал мусор И показал Вот я там за час мешок набрал Удивительно, что вот это вот Технология сборки мусора Вызывает вопрос А как его собирать? А что? Ну, как собирать? Это очень просто В одной руке мешок Да, в другой перчатка И это раз туда Раз, раз, раз И его нет Вот Но больше всего удивляет вопрос Постоянно Как любое Что там Из России в Финляндию поехали А здесь вот грязь А там нет И, ну, конечно У нас про Литву спрашивают тоже Как так вот такие люди Не мусорят? Ну, говорю Везде мусорят, во-первых Где-то пьяный что-то уронил Упал из него Повываливалось, там ворона в клюве несла То есть Не важно, мусорят или не мусорят Важно, как убирают Больше всего удивляют вопрос А вот мы пробовали Ура! А через неделю же опять закидают Ну, ребят, смотрите Хороший анекдот Да, доктор у меня вся голова чешется А мы-то не пробовали Пробовал Через месяц опять чешется Смотрите Вы зубы чистите, да? А на следующий день же они опять Через несколько часов Опять чистить надо И вы это делаете Да, лицо умываете Квартиру убираете То же самое, да Если там какой-то парк Еще что-то, да Через неделю опять загадали Один алгоритм Через неделю опять убрать А еще через неделю опять Опять убрать И, в общем, все цивилизованные страны Великобритания Германия Скандинавия Вся Европа В общем-то, вот Литва Стремится к тому же самому Да И любую страну Я очень хочу Чтобы на моей родине В России Я родился в России Чтобы так же было чисто Чтобы на Украине Так же было чисто Чтобы на Кавказе В Грузии В Азербайджане В Армении Чтобы везде так было чисто И я верю Что люди Собственно, этот канал Создан для того Чтобы положительный пример Литвы, да Которая вот от Советского Союза Движется в сторону Европы Чтобы Вот я по-русски с вами говорю Чтобы на те страны Где говорят по-русски Да Где Еще не все Переняли Позитивные традиции По охране природы По охране окружающей среды Вот Собственно, очень хочется Чтобы люди смотрели Перенимали простой опыт А как делать Чтобы было чисто Но все время убираться Все, другого выхода нет Поддерживать в чистоте Свой дом Свой двор Свои леса Свои поля То есть Когда это все вокруг Колхозное Все вокруг мое Брошу и тьфу Ничего хорошего не будет Когда человек Убирает за собой Убирает за другими Тогда будет чистота Значит Ей еще Был Вопрос Собственно, на этом закончим Многие спрашивают А какие каналы Я сам смотрю Значит, дорогие друзья Смотрите На канале Реальный мир Заходите на главную страницу канала Во-первых Специальный Есть раздел Интересные Каналы О природе То есть Смотрю я сам Гораздо больше каналов Я туда В этот перечень Включил те каналы Которые регулярно Обновляются Именно сейчас Вот И Перечень каналов Там Ну каналов 50-60 Наверное уже есть Список Постоянно Пополняется Обновляется Если вы в этом списке Вдруг Знаете Каналы Которые я пропустил Хотите Порекомендовать Буду очень благодарен Да Если свой канал Ходить Там А вот Я снял вот тот Или снимаю регулярно Тот Тоже с благодарностью Ссылка на конкретный ролик А вот посмотрите Как я это снял То есть Этот канал Создан именно для того Чтобы делиться информацией Кто что снимает Вот И эта рубрика Будет пополняться Так что Добавляйте Присылайте ссылки На свои ролики Очень интересно И вот Ну а Рекомендовать Конкретный канал Наверное Не в режиме Этого каста Я потом подумаю Может буду записывать Отдельные касты Там Рекомендовать Конкретные Там Несколько каналов Да Либо уже в режиме Стримов Просто Там Какое-то количество Каналов Рекомендовать Вместе со Всей информацией Вот Подумаем Как сделать Ну собственно Вот на сегодня Все Спасибо Дорогие друзья За ваши Вопросы И замечания Жду Ваших комментариев Замечаний Посылайте Ссылки На интересные Ролики С канала Реальный мир Своим друзьям Ставьте Ставьте лайки И До встречи В реальном мире Редактор субтитров